Для того, чтобы оценить масштаб опыта Владыки Антония, в готовности следовать за другим, за опытом радикальной инаковости, нужно рассмотреть то, как он смотрел не только на отношения православной общины с иными христианскими общинами, но и отношения людей других религий и отношения с атеистами. Может быть, весь опыт отношения с иными религиозными традициями ярче всего выразился в почти анекдотической истории, которая произошла между ним и великим русским богословом, которого Владыка Антоний считал одним из важнейших учителей в своей жизни, Владимиром Николаевичем Лоским. Владимир Николаевич всему миру был известен и до сих пор остается одним из самых значительных патрологов, специалистов по святоотеческой мысли. И однажды он, будучи прихожанином того же самого храма, молодому монаху отцу Антонию сказал, что истина бывает только в православной церкви, другие религии отрезаны от этой истины. Владыка Антоний эту историю с большим юмором описывал много раз примерно в таких словах. Он, Владимир Николаевич, тогда был очень отрицательно настроен против восточных религий. Мы это долго обсуждали, и он твердо мне сказал, нет, в них истины нет. Я пришел домой, взял древнеиндийскую книгу «Упанишат», выписал восемь цитат, вернулся к нему и говорю, «Владимир Николаевич, я, читая святых отцов, всегда делаю выписки и пишу имя того, кому принадлежит данное изречение. А вот тут у меня восемь изречений без авторов. Можете ли вы по звуку их узнать?» Он взял мои восемь цитат из Упанишат, взглянул и в течение двух минут «Назвал имена восьми отцов православной церкви». Тогда я ему сказал, откуда это взято. Это послужило какому-то началу пересмотра им этого вопроса. Это не значит, что мы должны отождествлять веру, которую получаем во Христе и от Христа с другими верованиями. Но когда мы должны быть осторожны, ведь мы судим о другой вере. Вот в какой-то мере понимание, что полнота истины в православной церкви, но мы не можем, полагаясь на этот тезис, закрыть наши отношения с другими, поскольку отблеск Божьей истины содержится во всяком человеческом сердце. И эта надежда на божественное действие открывает диалог, открывает возможность говорить со всякой традицией, всякой религии, всякой культурой. И, конечно, кажется, что самая страшная, самая страшно далекая позиция диалога – это позиция атеиста. И поэтому исключительно интересно, что на BBC в 70-е годы одна из самых знаменитых телеведущих Марганит Ласки, представляясь атеисткой, делает медийный национальный проект, посвященный беседам христианина и атеистки. И эти разговоры владыки Антония с Ласки делают его одной из знаменитых христианских фигур Великобритании. Интересно, что они тогда говорят не о теоретических разногласиях, но о разном опыте человечности. И действительно, этот опыт он умел передавать не только британским современникам, ну и, конечно, своим землякам из Советского Союза. Может быть, одной из самых знаменитых историй является история, когда он, выходя из гостиницы, в московской гостинице под названием «Украина», на ступенях этой гостиницы встретил советского офицера, который, завидев человека в необычной одежде и догадавшись, что это какой-то христианский священник, то ли епископ, подошел к нему и сказал «Ну хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что Он верит?» И Владыка говорил, я ответил ему тогда «Бог верит в человека». И это первый момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не случайно нам говорит, что мы должны любить ближнего, как самих себя. Любить – это значит быть готовым, делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал в жизни, рос в полную меру своих возможностей и был достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это верить в человека, надеяться на все от него и любить его, даже ценой собственной жизни. Вот любопытно, что в этой встрече с офицером на ступени гостиницы «Украина» очень ясно видно, что для Владыки Антония этим полем общего разговора, диалога с атеистом, с представителем другой религиозной традиции, представителем другой христианской конфессии является один вопрос, это всегда вопрос о человечности и о достоинстве человека. Для него принципиально, что христианам есть что сказать всему миру об этом достоинстве, потому что христианин, следуя за Христом, может увидеть в другом человеке достоинство гораздо большее, чем мы видим, исходя из какой-то другой позиции, исходя из позиции неверующего. И эта способность видеть достоинство человека открывала перед ним неожиданные возможности. Например, первая его книга, которая появилась в Англии, называлась «Школа молитвы» или в современном переводе иногда она называется «Учитесь молиться». Эта книга появилась как запись, конспект лекций, которую он прочитал в Оксфордском храме, зная, что в Оксфорде слишком много людей, слишком много лекций о христианстве. Его предупреждали, что, скорее всего, мало кто придет, и он позволил себе сделать объявление «Школа молитвы» лекции для неверующих. Вход верующим строго запрещен, как он подчеркивал. И, казалось бы, это очень простой парадокс, но он действительно был готов говорить о молитве со всяким встреченным человеком. И атмосферу тех лет, атмосферу его первых опытов, оксфордских разговоров. Я должен напомнить, что многие годы он был духовным руководителем «Содружества» Святых Албания и Сергия Радонежского, которая проводила свои конференции в Оксфорде, и он хорошо знал и любил этот город. И свои лекции, проповеди, беседы он часто проводил прямо на улице. Для нас это совершенно невозможная фигура, фигура уличного проповедника. Сегодня, наверное, мы к этому меньше всего готовы. Но любопытно, как проходили эти встречи. Вот одно из них он описывал так, что на ступенях знаменитой Оксфордской Бодлянской библиотеки, главной библиотеки Оксфорда, собрался маленький кружок людей, который потом стал расти и расти. Время было, конец января, холод был, скажем, элегантно собачий. Дул ветер. И люди, будучи англичанами, так как они не были друг другу представлены, стояли приблизительно на расстоянии метра друг от друга, так что ветер дул вокруг каждого, и они мерзли поодиночке. Я посмотрел на них и решил подождать, чтобы время настало. Они сначала были розовые, потом стали синеть. И когда они уже хорошенько посинели, я им сказал, знаете, вот вы стоите на таком расстоянии друг от друга, если бы вы стали плотнее, вы могли бы своим животным теплом обмениваться. Хотя бы друг с другом вы не знакомы, а все-таки тепло бы действовало. Они стали сплотившись. Прошло некоторое время, передние уже порозовели, выглядели уютно, а те, что были сзади, на которых дул ветер, начали совершенно замерзать. Я говорю, вот вы научились теперь за короткое время обмениваться животным теплом, а если бы вы научили обмениваться христианским теплом, те, что впереди, научитесь переходить назад и обогревать спины тех, которые замерзают. Станьте за ними вплотную так, чтобы ваше тепло на них переходило. И дышите им спину своим теплом. И в течение одной недели, каждое утро так и происходило. Люди приходили, становились вплотную, потом передние ряды переходили назад, обогревали других. Эти наши проповеди происходили так. Я говорил около часа, потом полтора часа отвечал на вопросы, так что замерзать всякий мог. А я, в частности, замерзал, потому что я-то стоял особняком. Но за короткое время, за неделю, люди научились обмениваться и животным, и человеческим теплом. Вот эта атмосфера животного и человеческого тепла всегда была этим началом, из которого начинались большие путешествия. Владыка любил вспоминать историю, когда, проходя по Оксфорду, он встретил компанию хиппи, поразивших своим видом его прихожан. Они пытались пройти мимо них побыстрее, но Владыка остановился, потому что подошел молодой человек и сказал, послушайте, вы выглядите как мы. Вы странно одеты, у вас такая же длинная борода, может быть, вы придете к нам вечером на встречу. И Антоний отправился на эту встречу и был совершенно потрясен уровнем и градусом человечности, когда в центр шатра выходили люди и делились самым дорогим, что у них было. Читали стихи, рассказывали истории своей жизни. И в какой-то момент он говорил, что не утерпел, потому что на эту ситуацию человечность, искренности надо было как-то отвечать. Он выполз на четвереньках в центре, встал и сказал, ну теперь я готов рассказать вам о самом главном и дорогом моей жизни, о том, как произошла встреча, которая привела к тому, что я теперь выгляжу, как вы. И он рассказал им о своей встрече с Христом. Вот эта способность принимать живое человеческое тепло, как за большой и первый подарок, была для него принципиальной. И свидетельство этого мы находим в самых разных местах, но для меня лично одним из самых трогательных и важных документов свидетельства его проповеди являются слова архиепископа Кентерберийского, возглавлявшего англиканскую церковь в те годы, когда владыка ушел, в 2004 году. Это богослов, кстати говоря, профессор Оксфордского университета Рон Вильямс. Рон Вильямс однажды по радио, будучи мальчиком, школьником, услышал выступление митрополита Антония и православного епископа и принял решение о своем призвании. Стал семинаристом, стал священником, потом епископом и одним из самых значительных современных богословов. И он был тем архиепископом, который вручал награду англиканской церкви митрополиту Антонию и он же на его похоронах обратился со словом, в котором старался объяснить, почему для постороннего человека, не прихожанина православной церкви, его слово так дорого значило. И тогда Рон Вильямс говорил так, «Быть может, очень у многих из насходящихся в этой церкви есть какое-нибудь высказывание митрополита Антония, которым они дорожат долгие годы и которое изменило лик того мира, в котором они живут». Для меня одним из таких высказываний было замечание митрополита Антония, что тот, кто берет на себя задачу пастерской заботы о других и души попечения, превращает свою душу в базарную площадь. Митрополит Антоний превращал свою душу именно в такую базарную площадь и спрашивал семинаристов, как они думают, на что похожа душа священника. Ведь эти молодые люди хотели быть священниками. И метафоры приводились очень разные, о тишине, о покое, о надежде. Но он всегда говорил, будьте готовы к тому, что ваша душа будет напоминать площадь после торгового дня, когда по ней летает мусор, пакетики, все ужасно, грязно. Но у этого есть и своя сильная положительная сторона, о которой Роан Вильямс говорил так. Но базарная площадь делается многолюдным местом, потому что там можно найти драгоценные вещи. Царство небесное, подобно купцу, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Площадь была переполнена людьми, потому что они знали, что там была драгоценная жемчужина. Вот, с одной стороны, это унылое зрелище базарной площади после торгового дня, с другой стороны, понимание, почему там так. Потому что многие люди старались найти жемчужину. И Роан Вильямс не нашел слов прекраснее, чтобы сказать, что душа владыки Антонио и была таким местом, в котором тысячи людей искали свою жемчужину. И он щедро делился этим опытом. Заключая сегодняшнюю лекцию, я должен обозначить тот путь, который мы прошли сегодня. Мы начали с рассмотрения того, каким образом церковный опыт причастности к телу Христову призывает нас к позиции открытости. Для владыки Антонио эта позиция открытости означала несколько вещей. Во-первых, опыт чрезвычайно оригинального и нового служения в атеистическом государстве, в который он приезжал, приходил, в котором он присутствовал, как свободный голос гонимой церкви. Можно сказать, что благодаря ему мы видим ростки того богословского осмысления атеизма, без которого нам сегодня очень трудно. Мы до сих пор переживаем плоды атеистического воспитания, на которое богословская мысль никак не может ответить сильным образом. Может быть, этот опыт свидетельства митрополита Антонио в те годы в атеистической ситуации является наиболее ценной предпосылкой такого богословия. Для него возможность следовать за Христом означало требование уязвимости перед другим человеком, другим опытом, другим опытом религиозной традиции, христианского исповедования и атеистическим опытом, как опытом радикально иного. Каждая встреча с другим для него содержала в себе возможность быть христианином. Это значило позицию мужества уязвимости перед другим, но и мужества уязвимости перед самим Господом. И эта наша способность ответить на призыв Господа идти к страдающему миру, идти в мир, послужила основанием к тому, что привело к его репутации, его славе проповедника, готового свидетельствовать о Христе перед всем миром, в университетах, на заводах, на BBC, перед самыми разными людьми. В основе этой позиции содержится то, что мы могли бы назвать сегодня богословием уязвимости. И чрезвычайно важным тезисом этого богословия уязвимости является тезис об истоках мужества быть открытым. Таким истоком для него не является догматическое исповедание веры, для него не является этическое требование долга или нравственного правила, для него единственным истоком способности быть открытым и уязвимым миру и другому человеку является та благодарность, которую человек открывает, встречая Христа и признавая, что моя нищета не является недостатком, а является огромной возможностью своей открытости последовать за Христом.